Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, в первую очередь хочу поблагодарить за возможность выступить на конференции с докладом. И тема первого доклада, она может быть не самая актуальная из тем, которые на повестке дня современной онкологии, но похоже, что недостаточно полноизученная. Хотя за последние годы отмечается привлечение внимания специалистов к проблеме рака верхних мочевых путей, рака почечной лоханки. За последние десятилетия опубликовано работ больше, чем за десятилетия предыдущие. Новообразование почечной лоханки относится к новообразованиям уротелиального происхождения. Уротели выстилает мочевые пути, начиная от почечных чашечек лоханки, продолжая мочеточником, мочевым пузырем и простатическим отделом мочеиспускательного канала у мужчин. Однако встречаются в верхних мочевых путях и новообразования реже, чем в новообразовании в мочевом пузыре. В Европе средний показатель – это два случая на 100 тысяч населения в год. Учитывая, что эти новообразования недостаточно полноизучены, подходы к ним до недавнего времени были плохо стандартизированы. За последние годы опубликовано довольно большое количество исследований, выполненных на мультицентровой основе. Эти исследования будут освещены настоящим докладом. Известно, что опухоли уротелиального происхождения развиваются вследствие экспозиции к факторам, имеющим канцерогенную активность, в частности к ароматическим аминам. Однако только в прошлом году в журнале «Европейская урология» была опубликована работа, демонстрирующая зависимость развития новообразования верхних мочевых путей от курения табака. И показана зависимость эффекта от дозы и от длительности экспозиции. Несмотря на то, что новообразования уротели имеют общую природу канцерогенеза, очевидно, есть и какие-то специфические факторы, характерные только для верхних мочевых путей. В частности, они встречаются чаще у пациентов с фенопатией, с нефропатией, у пациентов с балканской эндомической нефропатией. А также некоторые средства, использующиеся в традиционной китайской медицине, в частности киркозон-бахромчатой, экспозиции к нему увеличивают вероятность развития новообразования верхних мочевых путей. Может быть, отчасти поэтому есть различия по структуре заболеваемости по глубине инвазии в различных странах мира. Тем не менее, аспекты, касающиеся всех уротелиальных новообразований, они характерны и для этих опухолей. Существует теория от села и имплантации новообразования, существует теория опухолевого поля. Можно рассматривать это новообразование с позиции теории Уиллис, который показал, что можно рассматривать весь уротели как некое поле и, может быть, несопряженное по времени способность клеток пролиферативной активности. Но в то же время, очевидно, есть и специфические механизмы, которые в последнее время исследуются более активно. В частности, показано, что у пациентов с наследственным колоректальным раком, так называемый синдром Линча, риск развития рака почечного ханкиума в 22 раза больше. Если окажется, что в нашей практике будут выявлены такие пациенты, в тех ситуациях, когда синдромы существуют, по всей видимости, пациентов необходимо обследовать и на наличие других новообразований тоже. Что же это может указать? Относительно молодой возраст пациента, меньше 60 лет, и наличие такой опухоли раньше в анамнезе у пациента или у какого-нибудь из родственников. Существуют определенные критерии клинические, по которым можно, соответственно, расспросить пациента, получить эту информацию. И в тех случаях, если подозрения есть, можно исследовать пациента на микросателитную нестабильность, выполнить соответствующее иммуногистохимическое исследование и при подтверждении соответствующих дефектов обследовать пациента более полно в поисках злокачественных новообразований других локализаций. Диагностика новообразований верхних мочевых путей достаточно хорошо стандартизирована и описана в рекомендациях Европейской ассоциации урологов. Представлены эти данные на слайде. Позвольте, я очень бегло по ним пройдусь. Цесоскопия является обязательным исследованием для того, чтобы исключить сопутствующее новообразование мочевого пузыря, равно как и цитологическое исследование, хотя мы понимаем, что с повышением степени дифференцировки чувствительность этого исследования снижается. И сам факт наличия признаков опухолевых клеток в моче не подтверждает диагнозы верхних мочевых путей новообразования. Нужно еще исключить новообразование мочевого пузыря и простатического отдела уретры. Попробовать избежать излишнего субъективизма в исследовании цитологическом можно при помощи других методик, которые в большей степени объективности позволят отличить опухолевую клетку от неопухолевой. У нас есть опыт применения серебрения ядрышковых организаторов. Вот такая в коричневых тонах картинка. И при микрофокусировке можно посчитать количество гранул в ядрышках опухолевых клеток, их в нормальных клетках несколько штук, 2, 3, 4, в опухолевых обычно больше десятка. Кроме того, этот тест имеет определенную прогностическую ценность. Но вот в последнее время больше внимания ин-ситу гибридизации исследованию в голубых тонах исследования, более привлекательно выглядящее по внешним признакам. Есть несколько работ, которые показали, что чувствительность этого исследования выше, чем чувствительность цитологического исследования, но оно до сих пор не стандартизировано и пока что в гайдлайны не внесено. Для методов, позволяющих получить изображение, наверное, самым точным является компьютерная томограмма с контрастированием. У нее хорошие показатели чувствительности и специфичности. МРТ несколько уступает этому исследованию. Диагностическая уритерапиелоскопия с биопсией по возможности должна быть проведена в тех случаях, когда предполагается, что такой метод позволит уточнить диагноз и, может быть, даст возможность выполнить консервативное лечение. Полученный материал можно оценить по степени дифференцировки. И современные технологии, в частности, применение Гольмиева и ЯК-лазера, позволяют и консервативно-хирургическую процедуру выполнить, ликвидировать небольшие, но в образовании верхних мочевых путей с хорошим прогнозом. Для того, чтобы уточнить возможность улучшить визуализацию новообразований, в последнее время широко обсуждаются дополнительные технологии. В частности, перспективно выглядит освещение источника света с узким спектром. Хотя большее количество публикаций посвящено новообразованию в мочевом пузыре, но, учитывая общность их происхождения, очевидно, и в верхних мочевых путях, это освещение может дать дополнительную информацию. Можно четче видеть опухоль, можно видеть несколько лучше в глубину. Такой эффект лягушачьей икры, он написан в литературе. И в последнее время стали появляться работы о возможности использования такого метода у пациентов с новообразованием верхних мочевых путей. Одновременно с диагностическим поиском, как бы вторым эшелоном, всегда идет понимание прогностической ценности того или иного, той или иной находки во время применения всех методов диагностики. Для чего это нужно? Для того, чтобы постараться на раннем этапе отличить высокодифференцированное, неинвазивное и, очевидно, с лучшим прогнозом новообразование от образования с более тяжелым прогнозом, у которого будет, по всей видимости, инвазивный рост, агрессивное течение, и у этих пациентов нужно по возможности раньше применить агрессивное хирургическое лечение. В качестве прогностических факторов были предложены различные признаки, они представлены на слайде, но практически все исследователи сходятся в мнении, что до сих пор глубина инвазии и степень дифференцировки новообразования, классические прогнозические факторы остаются наиболее значимыми. Аналогичные исследования, похожие, проводили и мы у нас в клинике, у нас получилось в общей сложности около 80 пациентов, страдающих новообразованием верхних мочевых путей. Преимущественно это были пациенты с инвазивными опухолями, и по сравнению с аналогичным исследованием по новообразованию мочевого пузыря, мы увидели смещение в сторону более агрессивных новообразований, инвазивных. Поэтому неудивительно, что такие пациенты в основном получали радикальное лечение. В последнее время стараются наши специалисты применять лапароскопическую технику по возможности, но пока опыт не очень большой, но это и не очень часто встречающиеся новообразования. Сегментарная резекция мочеточника выполнена у трех пациентов, и одно время мы применяли транструйтральную резекцию устья мочеточника, для того чтобы можно было вынуть его единым блоком вместе с удаленной почкой, но в последнее время от этой техники мы отошли. По всей видимости, связано с особенностью, со структурой набранных для этого исследования больных, имеющихся больных, выживаемость оказалась низкой, и у подавляющего большинства пациентов около 70% частота рецидивирования в мочевой пузырь. Мы попытались выявить прогностические факторы, благоприятные и неблагоприятные. Была кандидатская диссертация, посвященная преимущественно морфологическим нюансам, и была докторская, в которой постарались дать комплексную оценку факторов. Любопытно, что в последние годы мультицентровыми исследованиями на очень большом количестве пациентов многие из тех положений, которые были обнаружены ранее, были подтверждены. Вот немножко более подробно о них. Более старший возраст, в принципе, это указатель плохого прогноза. Однако сам по себе возраст, по всей видимости, незначен. Можно оперировать пациента любого возраста достаточно эффективно. На прогноз влияет общее его состояние и наличие сопутствующих заболеваний. Прогностическое значение локализации новообразований было исследовано тоже в нескольких работах. Если мы посмотрим на показатели выживаемости графики, мы видим, что мочеточника локализации несколько меньше выживаемости, чем локализация лоханки. Но на довольно большом количестве пациентов статистически достоверной разницы обнаружено не было. Можно считать, что это практически непринципиально. Есть сведения о прогностическом значении гидронефроза на стороне поражения, по всей видимости, как фактор, указывающий на возможную трату функции почек и нарушение общей компенсаторной способности организма и добавление гидронефроза в модели прогностически улучшает их качество. Ключевой вопрос, конечно, это стадирование, потому что по возможности можно использовать консервативные методы лечения и более щадящий режим последующей терапии и более внимательное наблюдение у пациентов, которые получили консервативное лечение. Более поздние работы подтвердили, что глубина инвазии новообразования на 1300 больных, большой объем, глубина инвазии новообразования действительно играет ключевую роль. Любопытно, что последняя работа в 2014 году, она еще не опубликована, есть в электронном видео, можно на сайте посмотреть, европейская урология, показывает, что для любой стадии большая выживаемость, больший срок продолжительности жизни после операции для пациента соответствует лучшему прогнозу. И влияние факторов риска всех, оно становится все менее и менее значимым, чем дольше пациент прожил после операции. То есть, если он прожил много, значит, что он, по всей видимости, дальше проживет долго. Кроме того, была подтверждена тоже на большем количестве пациентов достоверная связь между степенью дифференцировки, инвазии в лимфатические сосуды, наличие региональных лимфатических узлов и такой фактор, как называется, популярный статус. Фактически это обеспечивает информацию о типе строения новообразования, популярное или инвазивное, по внешнему виду. Наличие карциномы инситу для новообразования мучевых путей, вот в отличие, может быть, от новообразования мучевого пузыря, имеет свои особенности, для глубины инвазии меньше, чем Т2, карциномы инситу связаны с выживаемостью и рецидивированием, но для более глубокого погружения новообразования в стенку и при наличии метастазов региональные лимфоузлы эта связь уже теряется, недостоверна. Множественные опухоли хуже, чем единичные, достоверная связь в этом прослеживается. Но в образовании уротелия также могут иметь различные гистологические подтипы. Они все относятся к уротериальным образованием, но кроме перехода на клеточные, может быть, плоскоклеточная, аденокарциномы и несколько других видов. Есть связь между подтипами и выживаемостью. Переход на клеточный рак наиболее благоприятен в прогностическом плане. А вот чувствительность всех этих видов новообразований к химиотерапии принципиально не меняется. В общем-то, она не очень высока. Много есть информации о неадекватном стадировании новообразования при помощи методов, позволяющих получить изображение, и даже при помощи биопсий, которые выполняются при уритерапии лоскопии. В частности, были работы, которые сначала позволили получить информацию за счет биопсии выполнен таким образом, а потом выполняли нефролитерактомию и перепроверяли глубину инвазии и степень дифференцировки. И мы видим, что примерно у четверти трети пациентов мы недооцениваем степень дифференцировки при первичной вот такой диагностике и стадию глубины инвазии новообразования. У 40% при этом меняется представление о категории риска. То есть, получая такую информацию, мы должны понимать, что мы при этом можем ошибаться в достаточно высоком проценте случаев. Есть возможности всяких попыток уйти от необходимости и определять глубину инвазии предложены алгоритмы моделирования, в частности, по локализации опухоли, степень ее дифференцировки. Вот по архитектуре опухоли, популярная она или инвазивная, можно по некоторое количество баллов понять, имеется ли здесь по всей вероятности инвазия новообразования. И вот одна из работ, которая в 2010 году опубликована была, показывает, что эта модель практически совпадает. Пунктирная линия и прямая линия на правом прямоугольнике. То есть, довольно высокую точность. Еще и проще некоторые предлагают просто оценивать попиллярный статус. Если опухоль попиллярная, она, скорее всего, не инвазивная. Если она инфильтративная, то она, скорее всего, инвазивная. Мы также проводили такого рода изыскания. И в дополнение к тому, что прозвучало, мы можем сказать, что чем больше выражен стромальный компонент новообразования, тем, скорее всего, она меньше склонна к инвазивному и инфильтративному росту. Наличие очагов некрозы является прогнозически неблагоприятным фактором. И площадь сосудов, строма, ее можно посчитать количеством, тоже является прогнозически неблагоприятным фактором. Рекомендации Европейской ассоциации урологов, основанные на определенной доказательной базе, они в 2014 году, в 2013 году были подвергнуты ревизии. В 2014 году они остались теми же. Их можно посмотреть в соответствующих информационных ресурсах. Они представлены на слайде. В принципе, низкая степень риска рака почечной лоханки. Это высокодифференцированное новообразование, подтвержденное также циологическими исследованиями. Это небольшие размеры, меньше 1 см опухоль должна быть. Нет признаков инвазии на методах, позволяющих получить изображение и отсутствие множественного мультифокального роста. Есть алгоритм, который позволяет выбрать правильную тактику, предполагаемую тактику. И при наличии вот этих вот факторов, указывающих на благополучный прогноз, можно двигаться по левой части схемы, по левому стороне алгоритма, предполагающейся консервативное лечение уритероскопии, уритеропилоскопии, с возможной лазерной абляцией или резекцией, сегментарной резекцией мочеточника здесь тоже возможно. И в тех случаях, когда при последующем наблюдении появляется рецидив, вот тогда перейти к радикальной нефроуритероктомии с резекцией мочевого пузыря, которая по-прежнему остается золотым стандартом. Это подчеркивают гайдлайны тоже. При новообразованиях высокого риска с этого подхода нужно начинать, выполнять пациенту радикальную нефроуритероктомию. Есть большой опыт применения открытых операций, в последнее время появляется опыт применения лапароскопических вмешательств. В последние годы говорят о целесообразности введения однократной дозы химио препарата в мочевой пузырь для того, чтобы снизить вероятность рецидивирования новообразования в мочевом пузыре после удаления опухоли верхних мочевых путей. После того, как получена информация о глубине инвазии, степени дифференцировки, состоянии региональных лимфатических узлов, инвазии в лимфатические сосуды, известна структура и наличие сопутствующей карциномы институт в постхирургическом гистопатологическом исследовании, можно еще точнее по номограмме соответствующей, это два года назад публикация в европейской урологии была, рассчитать шансы пациента на благополучный прогноз и выразить их в баллах. Но вот привязки пока что к клиническим работам у этой работы нет, по всей видимости, это еще дело будущего. В принципе, пациент должен получить лечение в соответствии с имеющимися факторами риска со стороны новообразования и со стороны пациента. Но также еще фактор важный, который мы, наверное, должны учитывать, это доступность лечения и мастерство специалистов, их опыт. В частности, для новообразований низкого риска необходимо наличие оборудования, такого как гибкий уритерапиелоскоп с лазерным генератором, соответствующими биопсийными щипцами, и в таких условиях полное удаление новообразования возможно. Если нет, можно выполнить пациенту сегментарную резекцию, которую рекомендуют выполнять в нижней третьей мочеточника, ну и при неинвазивных высокодифференцированных карциномах. Перкутанный доступ тоже позволяет работать с новообразованиями почечной лоханки, техника, она аналогичная технике при мочекаменной болезни. Есть теоретический риск обсеменения канала новообразованиями, но пока что таких публикаций нет. И, в принципе, анализ выполненных операций показывает, что пациенты, перенесшие вот такое малоинвазивное вмешательство по поводу новообразования низкого риска, я подчеркиваю, это были отобранные больные, они могут неплохо дальше жить, у них неплохие показатели выживаемости, это 75% пятилетняя выживаемость, у них неплохие показатели рецидивирования, рецидивы были у 16 и 17, 20% пациентов. Примерно каждого пятому впоследствии пришлось выполнить радикальную нефроуритерэктомию. И факторы риска у них, факторы, указывающие на вероятность прогрессирования, они точно такие же, как и у всех остальных новообразований. Тем не менее, и еще раз хотелось бы это подчеркнуть, гайдлайны, в частности, по рекомендации по лазерным технологиям, подчеркивают, что нефроуритерэктомия является операцией золотым стандартом, а лазерная абляция является альтернативным лечением. Но в последнее время такие операции выполняют, в том числе осторожно, у отобранных больных и других категорий. Что еще можно сделать для того, чтобы улучшить шансы больных на снижение рецидивирования и улучшить их прогноз? Можно попробовать применить инстилляции вакцины БЦЖ, которые для верхних мочевых путей тоже применяются. Это может быть система антиградная, соответствующая капельная в течение двух часов, и ретроградно можно выполнять. Но результаты работ, которые анализируют эффективность такого рода терапии, они противоречивы. До сих пор в рекомендации это не включено. Интересные перспективы, связанные с передовыми медицинскими технологиями, являются использование гелей, которые позволяют увеличить срок экспозиции химиопрепарата к слизистой. Вот такой гель, терракоут гель, он в мочевом пузыре. Такие испытания уже проводятся. Возможно, и в верхних мочевых путях это будет интересно. Показания и методы лечения больных раком почной лоханки и мочеточника высокого риска, они представлены на слайде. Тоже по гайдлайнам Европейской ассоциации урологов мы их можем проследить. Мы уже сказали о том, что это золотой стандарт, но в последнее время все чаще применяются лапароскопические вмешательства. Есть некоторые вопросы в отношении безопасности. Работы, которые сопоставляют открытые и лапароскопические методы лечения, немного в силу того, что небольшое количество таких пациентов в целом. Но те работы, что есть, показывают, что похоже, что лапароскопическое вмешательство не хуже, чем открытое. Нужно соблюдать все те же требования безопасности, которые обеспечивают герметичность мочевых путей, чтобы препятствовать диссеминации новообразования. И, по всей видимости, этот метод лечения скоро будет применяться все шире. В отношении того, каким образом поступить с нижней третьей мочеточника, использовать ли трансфизикальный, эндоскопический или экстравизикальный способ отсечения мочеточника от мочевого пузыря. Есть данные, которые показывают, что на выживаемость выбор тактики никак не влияет, а вот на рецидивирование влияет. И, похоже, эндоскопически он приводит к самому большому количеству рецидивов. Если посмотреть на слайд, видно, что экстравизикальный тоже несколько хуже, чем трансфизикальный. Но различия не достигли достоверности в этой группе. Робот-ассистированные операции пока что публикаций, позволяющих оценить одаренные результаты, не существует. Но есть работа, которая показывает, что число этих вмешательств с каждым годом становится все большим. В отношении лимфоденоктомии позитивные лимфатические узлы – это фактор неблагополучного прогноза. Это парартальные, параковальные лимфатические узлы для новообразования лоханки и расположенные медиально от мочеточника при новообразовании мочеточника. Для стадирования это, безусловно, важно. А вот в качестве лечебного мероприятия похоже, что если больше 8 лимфоузлов удалено, вот такая работа была опубликована, то это может улучшить выживаемость пациентов. Но до сих пор пока что противоречивые все-таки мнения по этому поводу. И морфологи тоже дополнительную работу проделывают и видят, что экстранодальное распространение новообразования в лимфатическом узле тоже может быть дополнительным прогностическим фактором. Но, по всей видимости, смысла делать такое вмешательство при опухолях стадии ПТА и ПТ1 необходимости нет. Химиотерапия. Учитывая, что опухоль уртолиального происхождения препарата платином, очевидно, могут работать, гемцитабин тоже может быть применен, но работ, которые могли бы позволить получить информацию объективную в отношении химиотерапии, их очень мало, учитывая, что удалена почка и суммальная функция почек может быть скомпрометирована опасения с нефротоксичностью, ограничивать возможность применения адювантной терапии. Возможно, у невоадювантной есть перспективы, но пока это вопрос открыт. А вот послеоперационная химиотерапия внутрипузырная для снижения рецидивирования, она эффективна и рассчитана, что абсолютное снижение риска развития рецидива это 11%, и для того, чтобы получить эффект у одного, нужно приличить 9 человек. Может быть, мы способны более точно отбирать пациентов с риском рецидивирования, в частности, наша работа позволяет делать это при помощи индекса KI67. Но многие вопросы все равно остаются открытыми. Режим послеоперационного наблюдения, он в принципе представлен на слайде и заключает с собой цитологическое исследование и исследование при помощи компьютерной томографии через определенные интервалы времени при сохранении верхних мочевых путей, оно должно быть более часто выполнено. Неясен вопрос, стоит ли делать повторный осмотр аналогичной трансфортуральной резекции при новообразовании Т1-Ж3, как это делается при новообразовании мочевом пузыре. Много на перспективу сейчас идет работ, учитывая, что база данных собрана неплохая для того, чтобы уточнить, какие факторы риска можно принимать во внимание и как подобрать лечение у различных категорий пациентов. Предложены различные прогностические факторы, которые исследуют больше патологоанатомы на ткани, но четкого ответа на вопрос, как отобрать пациентов, не получилось. Мы тоже поработали в этом направлении, но эти методы, к сожалению, даже при тех неплохих результатах, которые получили мы, их не очень легко воспроизвести, они зависят от исследователя, от конкретной лаборатории, наверное, пока что не могут быть рекомендованы для применения широкой практики. Может быть, какой-то индикатор, указывающий пролиферактивную активность новообразований, было бы неплохо иметь в своем арсенале для того, чтобы, невзирая на светооптические характеристики опухоли, понимать, какая опухоль склонна к более агрессивному течению. Это мой последний слайд. Позвольте в заключении сказать, что в целом проблема стала более широко освещаться в литературе. Большое количество пациентов мультицентрового исследования позволит доказательную базу подвести под подходы к этим пациентам. Но до сих пор радикальной нефроэтеректомии можно отнести к золотым стандартам, хотя лабороскопическое вмешательство, похоже, подбирается тоже как конкурент к этому золотому стандарту, однократная инстилляция в мочевой пузырь снижает чистоту рецидивирования и может быть рекомендовано. И в целом нужно постараться совершенствовать наши методы для выявления пациентов низкой группы риска, которые могут получить менее травматичное вмешательство и лучшее качество жизни. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Какие будут вопросы, пожалуйста? Пожалуйста. Вы приводили данные, что в своей клинике вы отказались от тур стенки мочевого пузыря области устья мочиточника. Почему отказались? Ну, посчитали, что дополнительное эндоскопическое вмешательство удлиняет время вмешательства и практически сейчас в таких ситуациях используем доступ, аналогичный доступ к почке, просто его расширяем к низу и... То есть вы делаете открытый резекцию устья? Да. Ну, лапароскопические в последнее время тоже стали применяться, поэтому и так и так делаем, но лапароскопических немного. Спасибо. Игорь Алексеевич, тогда уж, поль вопрос на эту тему задан. Если подходить в плане травматичности, то как из такого доступа можно сделать хорошо резекцию мочевого пузыря с устья сверху донизу? Это должен быть сумасшедший разрез. Это раз. Во-вторых, если опухоль локализуется только в лоханке, весь мочеточник чистый, почему не из них? Можно сделать тур устья, а потом лябароскопически убрать это всё. То есть фактически вообще без разрезов. Поэтому непонятно, почему именно во всех случаях вы отказались от тура устья. Практика последних лет показывает, что в большинстве случаев, когда выполняется открытая операция, удавалось доходить до мочевого пузыря, выделить стенку мочевого пузыря вместе с устьем мочеточника, выполнить резекцию. Вот такое предпочтение у хирургов возникло. В отношении прогностического значения такого подхода, сейчас есть доказательная база, она была представлена на слайде, что похоже, если через мочевой пузырь истекать устье и вынимать сверху, то частота рецидивирования получается большей. То есть есть доказательная база в отношении такого подхода, что может быть и правда не стоит от него отказаться. Лапароскопическими инструментами можно работать, по всей видимости, в обеих направлениях, их кверху и книзу, поэтому может быть это не ограничение. Не знаю, насколько вы удовлетворены ответом, Борис Кириллович. Конечно, совсем, потому что лапароскопический, это насколько продлится операция по времени со всем этим СО2 и всё. Это разные доступы, это нужно резекцировать стенку мочевого пузыря. А для того, чтобы удалив почку, а потом продлить разрез вниз, этот разрез должен быть очень большой, потому что нормальную резекцию мочевого пузыря с устьем, даже из подвздошного разреза иногда достаточно сложно сделать. Позвольте добавить, Борис Кириллович, я хочу немножко защитить Игоря Алексеевича, потому что у нас очень большой опыт таких операций. И действительно сделать резекцию мочевого пузыря из подвздошного доступа намного сложнее, чем вскрыть мочевой пузырь и убрать устья. А почему мы это продолжаем делать? Потому что, к сожалению, очень большое количество рецидивов в культе. Там остаётся ткань мочеточника. К нам поступают эти больные с рецидивами, процедивами и так далее. Я защищаю и его, и отвечаю на ваш вопрос. Так вы же делаете, значит, снизу? Мы делаем нефректомию, максимально вниз выделяем мочеточник, а потом вскрываем мочевой пузырь и из пузыря из этого же разреза? Нет, другой разрез. Надлоном. Нет, я поэтому говорю, что такой длинный разрез не нужен. Но лапароскопически это делать и вытуривать устья не совсем, на мой взгляд, не совсем правильно. Да я бы даже не то, что очень защищался просто, но вот есть предпочтение устья устья. Мы стали делать так. Дискуссия началась уже. Хорошо. Я думаю, что в процессе работы будут еще... У нас тоже опыт есть, и мы тоже готовы сказать. Мы вообще обсудим, тема будет это в других докладах. Спасибо большое. Будут еще вопросы. Спасибо большое.